По последней информации, Белгород держится. Тяжело, но парни отражают атаки. С другой стороны, стало понятно, что есть способ, как убедиться всем, что жители Российской Федерации, они не являются какими-то глупыми, умственно отсталыми или чего-то не понимают. Они все понимают то, что происходит. Вот смотрите, вчера РДК и Легион Свободы России объявили для жителей приграничных территорий, что объявили? Правильный гуманитарный коридор. И многие им воспользовались. И правильно сделали, потому что сегодня с утра начало массово прилетать в город Белгород. Почему-то там на болотах считают, что это связано с выборами Путина. Тут берем в кавычки и выборы, и Путина, потому что он не Путин, он кровавый маньяк. На самом-то деле причина совсем другая. Значит, план огневых задач у нас строится независимо от того, что сегодня имитирует Алина Кабаева. Извините, Россия. Почему сравнение такое? Да как-то помню ее показывали на телеканале Раша 24 в палате с надписью Россия. Тем самым она, ну, как бы свидетельствовала, что Путин нагибает и Россию. Ну и дальше вы поняли. В общем, давайте разберемся, что происходит в Грайворине. Ну и не только в Грайворине. Люди эвакуируются. Ну, просто смотришь на эти кадры, они ничем не отличаются от того, что происходило в украинских городах. Единственное, что массовость только набирает обороты. Но мы это поправим. Ну, за Белгород волнуюсь. С утра на связи с ребятами, там много друзей. Ну, пока мы их читаем. То есть расслабляться нельзя, но пока мы их читаем. Каждый российский гражданин, который слышит и видит этих двух престарелых негодяев, должен задаться вопросом, чтобы он лично сделал с этими товарищами, если их встретил. Ведь именно они сделали все возможное для того, чтобы эта война началась. Знаете, когда у Мудозвона была дача 1 и 2 на Узере Кома, он хотел разобраться с Украиной за 2-3 дня. Ну, если он подымет бровь. Теперь вот так вот. Держатся парни в Белгороде. Они там держатся, слушают воздушную тревогу, ракетная опасность. И хвастаются, что сбили хулиард беспилотников. Где-то сбили, где-то нет. Вот в Калужской области, не путать с Курской областью, произошла гигантская, прекрасная, ярчайшая бобовна на НПЗ Первый завод. Неподалеку от поселка Дурнево. Хорошее название для населенного пункта в Российской Федерации. Тут с этой Калужской областью очень нужно быть внимательным и не путаться в географии Российской Федерации. Почему? Потому что вы можете перепутать Калужскую народную республику с Курской народной республикой. А этого делать ни в коем случае не надо. Это два потенциальных субъекта международного права. Обязательно будут наблюдатели. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал Дали Буды. Значит, там на болотах они настолько восхитились происходящим в Белгороде, что пришли к выводу, что Украине в этом году не победить. Нет, ярче будет звучать по-другому. Украине не победить. В этом году от этих правдивых слов порвало на куски Ольку Скобееву. В прямом смысле этого слова. Я Путина остановлю сам. Он как бы блефует, имея в виду вот этот весь... Полоузымание, следите за деньгами. Вопрос, куда направляются деньги. То есть блефует. Нет, это говорит о том, что в этой избирательной кампании ему самое главное не проиграть. Украинское направление абсолютно точно. Это важная часть его электроэнергии. Давно Дима Абзалова не было в эфире на «Раша-1». Его дисквалифицировали, потому что он начал высказывать мысли, которые очень были похожи на то, что он начал крышить французскую булку на российских нацистов. А не рассчитывают на победу. Вы послушайте, он вроде как говорит об американцах, об украинцах. Нет. Он говорит о России. Не будет никакой победы. Причем не только в этом году. Ее не будет вообще. Никогда. Понятно, что границам 91-го года, как бы с большой долей вероятности, в крайнем случае в этом году, судя по всему заявлениям Пентагона, пока что возможности выйти нет. Ну в смысле, вы что сказали сейчас? Границам 91-го года, во всяком случае, в этом году. Ну алло, с каким границам 91-го года? Мы-то планируем сами здесь победить? Я сказал, что Пентагон... Границам 92-го года. Вы не пугайтесь. Пентагон официально ставил в качестве задачи, которая, естественно, ставилась на этот год, там, в раннем контурнаступе, по конкретной цели. Не смогла называть. Пока что они с точки зрения бюджета не достигаются. Но в плане уничтожения Крымского моста у Пентагона есть. Американская пресса врать не будет. Тем более Владимир Путин, вот смотри, предыдущее видео, прямо сказал, куда надо херачить. Есть места на территории этого незаконного сооружения, куда, если попадешь, то все будет, как говорит Путин, в рамках международного права. Еще раз смотри предыдущее видео. Но Олю рвет. Олю рвет и колбасит от этих слов. Очевидно, колбасит не только ее, но и очень многих российских патриотов. Хотя Диму так долго отмазывали перед соответствующим управлением АП, чтобы его снова вернуть в эфиры. Ну, чтобы шоу не превращались в унылое говно. После этих слов будет дисковалификация на длительный период. Но вернемся к товарищу Мудозвону. Ну, они же хотят зайти и захватить хотя бы одну деревеньку. И сказать, какие у них там выборы. Мы у них на территории воюем. Что они там пытаются легализовать и сделать вообще законным. Хотя, собственно, мы свое решение приняли. Мы воюем. Мы воюем за свободу. Нам еще освобождать от оккупантов город Запорожье, город Херсон и территорию Донецкой Народной Республики. Поэтому сколько людей еще освободить на Украине предстоит. Обращаются же люди и говорят, мы хотим свободы. Мы не хотим быть порабощенными с Западом. И Россия, мать городов русских, как это? Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот только Белгород отстоим и пойдем освобождать. Как выглядит освобождение, мы знаем. Ну, тут все понятно. Видишь российского оккупанта в прицел, нажимай плавно. Как учат на учебных площадках спусковой крючок. Тянешь и отправляешь его сразу в ад. Тут дело в другом. Видите, у него, у этого нациста-престарелого, очень быстро сужаются аппетиты. Он уже не говорит, что Киев, мать городов. Ну, в оригинале не русских, а русских. Тот, кто хоть чуть-чуть знает историю, то тому объяснять ничего не надо. Собственно говоря, как и тот факт, что Белгородская область когда-то входила в состав Украины. И вот после прихода к власти Ленина эта территория была отвергнута от Украины. Так что тут, если хочется поиграть в уроки истории, то можно найти масса интересного. В общем, эвакуироваться из Грайворона и Белгорода – это правильное решение. Поэтому Белгород – это, безусловно, есть несколько версий. Первая версия – это, конечно, поднять шум накануне выборов. Второй смысл, который можно найти в действиях противника – это отвлечение наших сил с четырех наиболее острых направлений. Это Херсонщина, Запорожье, это Донецк и Харьков. И так как это наиболее близкая территория, которая является, так сказать, особо чувствительной для нас в данный момент, хотя, безусловно, мы чувствуем и Крым, и Запорожье, Херсонщину, Донецкую, Народную Республику, Луганскую, но Белгород, Крым, Курск – это территории, которые не привыкли к таким интенсивным боевым действиям, как на других землях наших русских. Поэтому мне кажется, что пора привыкать. Что-то такое. Эти не привыкли к боевым действиям, другие не привыкли. Если смотреть по географии налетов украинских БПЛА по российским объектам, в первую очередь, нефтепереработки, то там не только Курская и Белгородская области. Да, это называется география с Кириллом Будановым. Кстати, ну что там, в Калужской области, в селе Дурниво, хорошо горело, качественно горело. Местный гауляйтер заявил, что они все сбили, что летело 4 беспилотника, и они их сбили. Ну, вроде бы, по последним данным, это действительно так. Беспилотники уничтожены, но 3 из 4 были сбиты непосредственно этой нефтепереработающей установкой. В общем, Калуга, не отсоединяйся так сильно, не дистанцируйся от Белгорода и Курска. Нужно привыкать. Привыкайте, потворы. Им кажется, что они могут потрогать нас за вымя и, так сказать, нанести удар особо болезненный. Но оказалось, что мы готовы. Я не буду называть места, откуда сняли и какие подразделения. Они были переброшены из, не сняты с Лидии фронта, а переброшены из резерва для того, чтобы совершить, ну, приобрести свой боевой опыт. То есть, российский нацист Латков нам прямо подтверждает, что действия украинской армии, или как у нас сейчас принято говорить, нас там нет, да, на территории России, они обоснованы. Даже вот эта вот история. Сняли резервы, мол, не с фронта, а с какого-то другого там места. Ну, секундочку. Если даже он не натрендел, а он человек, который очень с трудом не трендит. Так вот, получается, что эти резервы могли отправить в Украину, а отправили их в Белогородскую область. Прекрасно. Нужно перекидывать еще и резервы в Калужскую область, не путать с Курской, потому что за Калугой что? Кто знает географию Рашки? Смотрим, 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 смотрим на карту. Ну, да, дальше Москва, дальше бункер Путина, дальше мы его завариваем, и война заканчивается. На этом фоне как-то странно зазвучали голоса там на болотах, кому они снова и снова апеллируют. Почему-то в российских эфирах опять вспоминают о Путине, и о, вы догадались, и об Адольфе. Папы, идеологическом Владимира Путина. Потому что фюрер Великогерманского рейха говорил о том, что национал-социализм – это не экспортный товар, и он уместен и возможен только для немцев и только в Германии. Открываем скобки. Чтобы не нарушать 114-й федеральный закон, эта цитата из Адольфа Гитлера приводится мною в качестве информирования по сложным историческим вопросам, а вовсе не для там чего-то другого. Но получается, что Адольф ошибался. Получается, что вся эта идеология нацизма, она в некотором роде универсальна. Если какой-нибудь чекист захватывает власть, бьется постоянно одной историей, превращается в страну в такое единообразное стадо, стадо быдло, и, соответственно, начинает эту массу баранов и коз кормить вот этими вот испорожнениями, то призывается, приживается. Но вот из хорошего, что не везде в России приживается нацизм. Вот в Грайварне начали давать лекарства, в Белгороде начали давать лекарства. Хотя в последнее время мы постоянно об этом говорим, что куда-то прилетает. Черноморский флот уже еще чуть-чуть и начнется ремиссия. 30% кораблей в воде, ой, под водой, не путайте, там удалось не утонуть только подводной лодке Ростов-на-Дону. И то она почему-то теперь в море не годится. Великолепно справились и, так сказать, продолжают готовиться к боевым действиям на территории России, в Белгородской и не только в Белгородской области. Я вообще не удивлюсь, если что-нибудь начнет сейчас очень резко и неожиданно проходить не только в Белгородской области, но и, например, в Брянской области. Почему? Да потому что я там неоднократно проезжал, и мне кажется, что эта земля ничем не хуже, чем Белгородщина. Она тоже должна быть в огне. Я не думаю, что вы будете со мной спорить. Не надо спорить. Нужно помогать украинской армии всеми возможными способами. Бонусом можно подписаться на мой YouTube-канал. Ну, нет. Все-таки первое – это единственное, самое важное, что нужно делать здесь и сейчас. Но, как говорится, беда не приходит одна в Белгород, Курск и Колумбу. Тут еще и Макрон со своими очень странными заявлениями. А мы сами не привыкли к тому, что у Макрона стальные яйца. Он у нас просто человек-титан, как выяснилось. Он первый сказал вслух российским нацистам о том, что если вы начинаете размахивать ядерной бомбой, то имейте в виду, что эта ядерная бомба есть не только у вас. У Франции есть, у Великобритании есть, у Соединенных Штатов есть. Нет, есть у Китая, у России, у Северной Кореи что-то есть, у Ирана что-то есть. Но факт остается фактом. А, извините, фактом, что что ты пырхаешь, Дед Войны, повелитель бункера. Все же среди французов русофобия, несмотря на все усилия СМИ и политического персонала, не развивается. Но, конечно, влияние есть определенное среди людей, которые поддерживают или голосуют за президента Макрона. Это примерно 18-20% населения. В основном люди довольно обеспеченные, живущие в больших городах. Говорят по опросам населения, что это в основном люди довольно пожилые. Я не знаю, это я никак не мог проверить, потому что среди тех пожилых, которых я знаю, мало кто желает этой войны. Очень боюсь, что это поколение французских политиков не очень хорошо отдает себе отчетов, что такое война. И это... Дело в том, что я не знаю, в чем они отдают себе отчеты вообще. Потому что уровень культуры, знания, даже, может быть, и интеллектуальный, безусловно, все-таки понизился. Этот безумный дедушка в эфире фашистского режима делает вид, что он большой знаток Франции. Только по факту того, что он там живет. Но, по большому-то счету, он кто? Он такая, знаете, российская гнида, которая живет на Западе, пользуется всеми привилегиями этого мира. Ну и продолжает, как это, рефлекторно лизать портрет Владимира Путина. Ну, знаете, Франция, свободная страна, там даже такое можно. И вот это вот французы не знают, что такое война. А кто знает? А, Путин знает? А, Путину можно укладывать людей сотнями тысяч в цинковые гробы. Раша чемпион в этом плане. Это факт. Максимум Франции может послать 15 тысяч солдат, и при том у них будут боеприпасы на 4-5 дней. И они могут примерно защищать 80 километров границы. Смотрите, если пошлют 15 тысяч, вернется минимум 30 тысяч. Но в мешках, разделенных на части. Я, кстати, считаю, что надо французам не о ценах говорить. Ну, это не к вам вопрос. Вам спасибо, это очень интересно. Вот такие кадры показывают. Тут нужно очередной раз подчеркнуть, где ошибается Владимир Путин. Ну, возможно, он ошибается с момента своего рождения. Так себе это было событие. Но смысл в чем? Он любые иностранные войска на территории Украины называет интервентами. Нет, друзья, и российские нацисты. Интервентами на территории Украины являются только российские свинка-собачка. Ну, добавим еще три колора. Вы интервенты, вы оккупанты. Те страны, которые приезжают к нам в гости по приглашению правительства Украины, они союзники. Все же это просто и понятно. Но российские товарищи, которые так восхваляют Адольфа и любят его цитировать. С другой стороны, если Путин заявляет о том, что Гитлера вынудили, то эти товарищи рангом пониже, ну, им сам Бог велел оседлать вот эту вот волну имени Адольфа. В Белгородскую область пытались прорваться свиньи украинские. Я покажу, что с ними сделали. Большое спасибо Минобороны за эти кадры. Ну, посмотрите, как компактно уложили эту сволоту всю. Это, кстати, очень удобно будет трактором убирать вот эту вот грязь, которая лежит сейчас в желтых касках. Потому что это не люди. Это не люди. Это твари, которые пошли убивать мирных граждан, потому что там нет военных объектов. Их задача захватить мирные населенные пункты. Вот и все. И это французам надо показывать. Чем закончится попытка вояжа на территорию Украины? Это закончится вот этим. Их привезут в черных мешках. И тогда на улицах Парижа и других городов будут стоять гробы. Пошлют 15, приедет 30 тысяч гробов. Потому что придется собирать по частям. А может быть и больше. Не, может быть так, они хотят размножать население, не знаю. Но это плохой способ. Бред просто. Это абсолютный отрыв от реальности французского политического эстеблишмента. Вот это самое страшное. Уничтожать нас, украинцев. А те негодяи призывают не первый раз. Тут даже какие-то они кадры показали. Но смысл в чем? Что вот эти вот такие, знаете, стоны, мол, они перешли границу, чтобы захватить мирные города и мирные объекты, а там нет военных объектов на территории Белгородской области. Это все в пользу бедных. Мы придем и проверим. И хотите кровавыми кадрами посоревноваться? Да у нас такого. Весь телеграмм забитый российскими трупами. Ничего? Нет, это не жим-жим. То есть, получается, что вы думаете, когда демонстрируете такие страшные кадры с территории Белгородской области, то это должно заставить всех сдаться, передумать. И что? На что вы рассчитываете? Французов хотите напугать вот этими вот заявлениями о том, что расчлените российских. Раз с российскими будут разбираться другие люди. Французских солдат расчленить хотите? Ребята. Слишком долго, как сказал французский президент Макрон, Запад устанавливал сам себе какие-то ограничения. Красные линии и так далее. Теперь красных линий нет. Их нет в Белгородской области. И других областях, с которых наносятся удары по Украине. Вы хотели демилитаризованную зону? Вы ее получите. Только не совсем так, как планировалось маньякам. Вот, собственно, и все. Поэтому слава ЗСУ. Украина была, есть и будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Россия гори-гори ясно. Ярче гори. И да, я до сих пор убежден, что мы слишком мало бомбим российские города. И Москва в этом списке это Россия. Со всеми вытекающими сегодня ночью последствиями. Подписывайтесь. До побачения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok